Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена совершить двухдневный визит в его страну в конце августа, когда намечено проведение саммита Крымской платформы, и украинцы будут отмечать 30-ю годовщину независимости. Однако принято ли приглашение президентом США, пока не ясно, пишет польское издание газета Виборгза. Отношения между Вашингтоном и Киевом развиваются не очень хорошо. Во всяком случае, Байден демонстрирует недоверие по отношению к Зеленскому. Второй месяц, то есть с момента инаугурации, американский президент еще ни разу не звонил украинскому коллеге, игнорируя его. При этом Байден регулярно говорит об Украине с кем угодно, но не с Киевом. Недавно Байден в очередной раз заявил, что США не признают воссоединение Крыма с Россией. Это было с огромным позитивом воспринято в Киеве, но контакта на высшем уровне по-прежнему нет. Глава НКО «Новая Европа» Киев, Алена Гетманчук сообщила, что слышала неофициальные заверения американцев по поводу возможного звонка Байдена Зеленскому в ближайшее время. Якобы у Вашингтона сейчас другие приоритеты, и он не может разорваться. Ситуация кажется мне парадоксальной. Байден много публично говорит об Украине. Например, поднимал эту тему в разговоре с Владимиром Путиным. Но почему он не может связаться лично с украинским президентом? Недоумевает эксперт. Она обратила внимание, что телефонного общения между главой Госдепа США Энтони Блинкеном и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой явно недостаточно для Киева в такой сложной международной обстановке. Я считаю, что свою роль сыграли украинские дела Байдена и его сына Хантера, а также обнародованные записи разговоров с президентом Порошенко. Из Киева регулярно поступали сигналы и о возбуждении, и о закрытии разных уголовных дел, связанных с Байденами. Поэтому Украина могла оказаться временно токсичной темой, полагает эксперт. По мнению эксперта, Байден сохраняет осторожность, так как попросту не готов к разговору с Зеленским. При этом Киев не перестает подавать сигналы в лояльности. Украина отчаянно нуждается в кредитах МВФ и надеется также на помощь США в остановке строительства газопровода «Северный поток-2». Кроме того, Киев рассчитывает на вхождение в НАТО.